Участники выездной рабочей группы в санатории Анапа, в котором даже в межсезонье стопроцентная заполняемость. В эти дни на отдыхе и оздоровлении здесь находится 840 человек, 733 из них по путевкам с лечением. Медики санатория борются со сложными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, последствиями травм спинного и головного мозга, занимаются реабилитацией пациентов с ДЦП. В лечении применяют местные целебные грязи, водоросли и минеральные воды. Гостям рассказали о грязехранилище – собственной уникальной разработке. Эта разработка санатория, благодаря этой кухне, позволяет всю грязь, которая получается уже на процедуру, сохраняет все ее лечебные свойства. То есть она постепенно подогревается, подлетавливается, и на выходе не теряет ни одного процента своих лечебных свойств. Грязь ваша же местная? Грязь местная из Кизилтарского лимана. У нас на территории есть основное грязехранилище. В год мы расходуем где-то порядка 80 тонн. На побережье единицы таких санаториев, а потребность в них высокая. Сейчас в неврологическом отделении 65 пациентов, в их числе дети Краснодарского края. Александр Джеус интересуется, насколько эффективно получаемое ими лечение. Лечебный эффект выражен диагнозами, если детский церебральный паралич, легкое течение и не тяжелое, без органики, без поражения органического поражения головного мозга, тогда эффект даже виден в санатории. Некоторые отмечают это уже после лечения. Мы делаем иглорефлексотерапией, очень хорошая методика, аурикулотерапия. И некоторые даже приезжают с Краснодарского края у нас уже по 5-6 раз, и в принципе эффект видят. Это и речь развития речи, и они мамочки очень довольны. Вместе с исполняющим обязанности главы Анапы Юрием Поляковым, депутаты законодательного собрания края знакомятся с рекреационными возможностями санатория, а затем продолжают серьезный разговор в стенах администрации. Заместитель главы Анапы Людмила Мурашова называет цифру. Без малого 184 тысячи детей принял курорт на отдых и оздоровление летом. Помимо 19 миллионов, которые нам выделила администрация Краснодарского края, муниципальных средств мы потратили 41 миллион 215 тысяч рублей. Это почти на 2 миллиона больше, чем в прошлом году. Объем средств муниципального бюджета, предусмотренных на организацию проведения мероприятий в рамках детской оздоровительной кампании 2017 года на сегодняшний день выполнен полностью. Представители Министерства труда и соцразвития Кубани отмечают, в Анапе налажено эффективное взаимодействие между ведомствами, ответственными за детский отдых и занятость. Анапа достигнут достаточно высоких показателей в сфере отдыха и оздоровления детей. Процент оздоровленных детей, проживающих на территории муниципального образования, численности детского населения школьного возраста достигает более 97. При среднекраевом показателе 94,7. Тем не менее, актуальным остается вопрос доступности санаторного лечения местному населению, в первую очередь детям. Ваши анапские дети на базе наших ведущих санаторий, вот Вера Стефановна здесь присутствует, ряд санаторий Анапа, в котором мы были, на базе вот таких лечебных учреждений, они должны без отрыва в межсезонье, когда нет напряжения, давайте вместе будем думать, вместе с министерством, я прошу министерству это тоже учесть в своей работе. Выездная рабочая группа приняла ряд решений, которые помогут усовершенствовать законодательство в сфере организации детского отдыха.